К 30 июня все строительные работы в 11-й школе на улице Зорги завершат. Свои двери для школьников учебное заведение распахнет 1 сентября. Такие сроки озвучил заместитель главы администрации Леонид Бородулин. Сейчас идут работы внутри здания, готовится покрытие для чистовой отделки. С директором школы уже согласованы все цветовые решения, колер всех помещений, от красы контрольной произведены. Начинается подготовлено оборудование для проведения работ по обеспечению стяжки под чистовое и вонопольное покрытие. Параллельно, как обычно, ведется работа с корректировкой проекта с метод документации. Готовность к конструктивной части объекта без учета благоустройства территории Леонид Бородолин оценивает в 86%. К значимым проблемам он отнес трудности с ввозом работников на территорию города, а также изменения в проектно-сметной документации. Предыдущий подрядчик ООО ТСК, с которым договор расторгли, объект новой организации ООО «Аван» так и не передал. Организация, с которой мы расстались, они фактически на момент расставания, они просто как будто испарились. То есть вот они были на объекте, вот мы приезжаем, привозим министерство образования, министерство строительства. Все, вот мы ходим с ними вместе, оцениваем объем работ, которые они сделали, чтобы действительно определить, насколько это было сделано, надлежащим ли качеством. Мы привозим эксперта независимого, чтобы он оценил, сделал заключение. И вот в этот момент написание все подписывают, человек просто исчезает. Загадочными исчезновениями подрядчика заинтересовались и в правоохранительных органах. На него завели уголовное дело. Директор компании Павел Черезов объявлен в розыск. Напомним, ООО «ТСК» также занимались в нашем городе строительством Центра культурного развития и дороге к детской переклинике на Чапаево. На эти работы подрядчик получил аванс в размере около 100 миллионов рублей. Возвращать средства в бюджет города он пока не спешит. Очень странная позиция, но они, конечно, выкручиваются как могут. Неоспариваемая сумма, которую они должны вернуть, это порядка 100 миллионов. И предлагается, вы нам эти деньги верните. Уходят от ответа. Там организация, понятно, директор сама отсутствует и в розыске. А представители, юристы очень настойчиво и нагло пытаются оставить свою позицию. В старой 11-й школе на улице Павлика Морозова сейчас активно идет капитальный ремонт. Напомним, здание закрыли после новогодних праздников. Учеников распределили в первый интернат и 13-ю школу. Капремонт планируют завершить летом этого года. Сейчас там внутренне отделочная работа, там демонтируется старое покрытие, завозится материал, фасад завершается, работа оконные, все конструкции поменены. Сейчас речь идет о замене внутренних инженерных сетей, внутренне отделочной работы. Работы ведутся активно. Здание на Павлика Морозова планируют отдать для начальных классов. На Зорге будут учиться среднее звено и старшеклассники. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, служба новостей, Саров, 24.